Ну, с добрым утром. С добрым утром, да, на самом деле. Ну, пол первого такой ночи. Да люди утро радуются твоим видео. Ладно, давай приступим, в общем, у нас такие клёвые супермодные свитера, мы о них скажем в конце, да? Да, я буду так все. А сейчас мы будем будем вздрогаться. Так, давай, варим. Привет, мои хорошие. С вами Селена Свэй и стесняшка Крис. Ой, нет, скромняшка Крис, мы меняли канал много-много. И, кстати, моя крестинка становится блогером. Так что с вас прийти, заценить, закомментировать, потому что она на свой страх и риск открыла комментарии. Она не боится хейтеров. Я стеснялась. Нет, она боится хейтеров, но она готова, как бы, как это сказать? К испытанию. Да. И она готова, как бы, конструктивной критики с вашей стороны. Если вдруг что-то не так, но понятно, что мы работаем, только ладно, все, оканали ее потом, мы еще будем красить ее волосы. А сегодня мы говорим о Фаберлик. Сегодня мы говорим о Фаберлик. Я заказала себе Фаберлик. И, на самом деле, приколюшных вещей немножечко заказала, но очень интересных. И мне интересно, кто-нибудь пользовался ли из вас этими штучками всеми, кто что скажет. Ну и, соответственно, если кто-то не пользовался, то мы сейчас попробуем. И здесь прикольные штуки, на самом деле, есть. Я уже Фаберлик заказывала некоторые вещи. С чего бы начать. Давай начнем вообще, чтобы мы нормально на камеру смотрелись. Давай накрасимся. Я заказала вот такую вот губную. Первое, что мне нравится в этой губной, это ее дизайн. Посмотрите. Мало ли, что она розовая. Там есть золотая, розовая. Посмотрите, как красота. Вот такой губной вообще не стыдно нигде достать. Ну, я имею в виду. Раз, такая. Только у меня красный. Красный, это, по-моему, тебе сейчас. Да? А мы взяли зеркало? Красный очень новый. Сейчас и зеркало. Может быть, лайфхак на филе этого. Филе. Можно... А как ты накрасишь? Мало зеркало. Мало ха. Ох. Давай вот так. Кристина сейчас накрасится вот этой помадой. Я взяла красную, так как красный. Знаете, вообще, на самом деле, куча оттенков красного. Но всегда, когда ты хочешь какой-то оттенок красный, его все время нет. Он то ярко-красный, то темно-красный. Красивый красный. Этот красивый красный. Он прям вот такой красный-красный. Потому что у меня... Он совершенно классический, да. У меня из фикс-прайса красный этот... Как его называют? Красного-морковный такой немножко. С оранжевиной. А есть темная, тоже из фикс-прайса. Он очень темный, как бы не тот. А вот я взяла красный-красный решила. Тем более в такой красивой упаковке. Тем более по одной сетре. Вообще, да. Тебе вот этот цвет я угадала. А я, смотрите, уже заказывала вот такой блеск. И я говорила, что он с этой мега-крутой и стильный. Потому что, смотрите, какой микросовый кошелек можно положить. Вместо кредитной карточки. И у меня был нереально красивый цвет. Но он не был. Он где-то есть. Я просто его сейчас не буду искать. Мало успею. Что-то не будите его. Я хочу накрасить вот этот. Я сказала, такой вот розовый красивый цвет. Сводчик делаю. Вот оно. Мне кажется, он как раз мне, да, розовенький подойдет. Ну, хватит, хватит намулевывать. Закрывай, помогу. Я розовым накрашу. Я еще верхнюю купюшку. Ой, как мне нравится. Вот Селена. Положите. Тянь итальяло постоянно на себя. Да, я эгоистка. Ну, конечно, блеском проще краситься. Что, проще не нравится. Сколько красиво цвета, нежность. Да, мне нравится. Скажите, мне идет, да, вот этот образ? Правильно я подобрала, что крестинки красные надо, а мне вот такой розовый. Ну, короче, мне очень нравится вот именно этот дизайн. Они вообще супер попер сделали. И вообще, я вот брала сколько. У них очень красивые цвета. Я вот прям вообще. Прям, мне кажется, в цепочку попала. Это мой цвет, да? Насыщенный, блестящий блеск. Все, закрываем. Ой, какая ты красота. Ты сразу, да, заиграла. Вот. Это, значит, такие помадки. Помадки зачетные. А, номера, номера. Значит, вот этот красный. Это у нас номер 43020. Этот у нас номер, ну-ка, номер 6256. 1170. Тут много цифр, все. Я не знаю, видно будет, не видно. А серия, или как называется. Кон, кон, а ты сказала, да? Color там. Да, Faberlic Color Energy. Lip Gloss. Ну, они вот такие вот, они одни. Главное, чтобы их знать, да. Вот это номер написано 6256, пробел 1170. Это вот такой розовенький. Если вы захотите, вдруг его. Ну, а красный таким милашкам, как Селена, блондиночкам. Розовенький. Еще я заказала ночной крем, потому что я уже пользовалась. И тоже такие крема покупали. У меня было двойной. Или, а, 24 часа. И я его тоже показывала. Я решила купить ночной, потому что ночной крем все время, знаете, вот именно ночью я смываю все косметикой. Мне все время хочется ночным кремом намазаться. Не 24, не это. А в последнее время я захотела намазаться именно ночным. И думаю, возьму ночной крем. Я не знаю, да. Почему тебе хочется именно ночной накрыть? Я не понимаю, почему. Что? Ты вот прям почувствовала. Кислородный баланс. Света много у нас как-то, да? Все ярчит свет. Может, это это выключено. Ну, прям такие вечерние. Вот так вообще круто. Все равно света много, да? А в чем разница крем 24 и ночной крем? Ну, ночной крем он специально нацелленный. Жирный. Я не знаю насчет текстуры, как он, да, на аушет. Но я знаю, что фишка в том, что он направлен именно на те вещи, которые вот работают ночью. Ночью с нашей кожей что-то происходит другое, что с ней днем не происходит. И крем специально на это направлен. На 24 он направлен как-то по-другому, на комплекс. На то, чтобы 24. Конечно, можно между ночного и дневного просто брать 24, как я это и делаю. В принципе, это для ленивых лайфхак. Но иногда, когда хочется сделать какой-то точечный уход, я его придумала, точечный уход, я беру тогда конкретно, да? Тем более появилась такая возможность с фаберлика, вот я решила взять. Крем вкусно пахнет. У него классная текстура. Ну, прям, давайте. Чем? Ну, чем-то натуральным. Чем-то натуральным. А вот я довольна. Дальше, дальше, дальше. Я купила две вот такие масочки, кстати. Кристинка, ты накрашенная, вот я бы хотела попробовать. Как будет, как будет. Ладно, мы их потом попробуем. Сейчас я хочу попробовать, кстати. Я попробую. Селена очень быстро разговаривает, ничего не успевает. Да-да-да. Смотри, что я взяла. Я сейчас вообще со мной, со мной фишки, которые я вообще рада, что я взяла, это для активатора для роста ресниц. Короче, вы скоро увидите, что у меня большие ресницы. Я не накрашенная сейчас. Я хочу, кстати, как раз его просто протестить. Просто щипет, не щипет. Какие ощущения там, да, как выглядит, как ложится. Сейчас я вам все это скажу. Вот такой активатор с вороткой. Вот так вот он выглядит. Вот такая вот узенькая штучечка, беленькая, красивенькая. А, здесь классно, что сделано, что здесь, смотрите. И вот такая штука есть, и щетка есть. То есть я могу, получается... А ну-ка. Она гормональная? Да нет, наверное. На зрение никак не воздействует? Не знаю. А где это прочитать? Действует на зрение аккуратно, осторожно, да? Ну, как там особые указания? Пахнет тушью, просто тушью. И что я делаю? Я вот сейчас я нанесу просто вот так вот на реснички, да? А вот этой штучкой я промажу вот тут вот. Вот тут прям. Девчонки, а расскажите, кто пользовался вот этой вот штукой? Расскажите, пожалуйста, ну, есть эффект на самом деле, да? Может быть, кто-то уже пробовал и знает, ну, кто постоянно не один день, два дня попользовался, как я обычно делаю. Но я вот это постараюсь как следует попользоваться, чтобы потом вам рассказать, естественно. Я вообще очень классная, я хочу, знаете почему? Я хочу, чтобы они у меня выросли вот так вот, а потом я пойду и сделаю ламинирование ресниц, закручивание, завивку ресниц, и покрашусь в черный цвет. И не нужно будет наращивать все дела, они будут вот такие классные. Ну и снизу, естественно. Вот, на самом деле, одну штучку я не макала два раза, вот я провела все, и у меня все мокро. Все мокро. Костинка накрашена? Нет, накрашена. Ну, ты мой, естественно. Я имею в виду, что ты не будешь красить, да? Да, потом, после умывания. Вот, в общем, такая штука, кто знает, да, мне говорите, пожалуйста, мне будет интересно узнать ваш опыт, как у вас все было. И вот такую классную штуку, которую безумно разрекламировали, я хотела ее попробовать. Это что-то невероятное. Это, короче, блюр-крем. Ваш секрет там супер-пупер красоты. Средство мгновенно преображает, всего за одну секунду, вот что написано, да? Затушевывает поры, морщинки, выравнивает тон, матирует кожу. Очень легко и абсолютно комфортный крем. Насыщает кожу кислородом. Образуется прозрачную невесомую пленку, которая не препятствует свободному дыханию кожи, что очень важно, да? Не стягивает, не сушит ее. Не содержит от душа консервантов. Позволяет создавать макияж в любой сложности без эффектов театральной маски. Я думаю, я должна попробовать это. Я заказала. Вот так вот она выглядит. Все. Я подумала, что это может быть какой-то тональный крем, но когда я его открыла, нифига это не тональный крем. Он больше похож на какой-то просто крем, не тональный. То есть у него нет цвета. Видите? Он прозрачный, как крем. Но когда я его размазала, даже по руке, то есть вот я на руке чуть-чуть размажу, но он реально сразу матирует кожу. Я не знаю, вот как вам это показалось. Ты видишь? Посмотри, вот моя кожа. Ты видишь? Вот оно. Он блеск как убирает, да? Он сразу матирует. Как, знаете, вот на фотошопе, когда я делаю, вот убрать блеск там или этот, и он сразу раз, и вот так вот его. Подсушивает? Нет, при этом. Посмотри, какая она мягкая. Ты даже сравни. Да. Я удивилась, что это за такой крем. Я решила, что я... Надо попробовать его. Ну, Маш, у меня у меня потемнее кожа. Ну что, он отбеливает просто? Давай, начнем отсюда. И я такая, это гигиенично вообще? Я себе намазала, потом тебе. Вот потрогай свой сейчас подбородок. Да я часто, но я не пойму, он отбеливает или что происходит? Ну нет, вообще-то я не вижу, чтобы тебя отбелила. Светлого не вижу. Мне кажется, что это, знаешь, эффект какой. Этот аэрограф есть такой вот, в фотошопе есть такой, когда, ну, автоматически ты наносишь, вот так просто лицо все делаешь, и оно выравнивает как-то, да? Какой-то вот фотошоп реально. Ну, что-то, Даня, неинтересное. Ну, я вижу, вот. Хотя у меня такой свет здесь, что почему-то Кристинка у меня не так в свете, как это, но я в свете. В свете совсем. Я еще возьму. Возьми, попробуй, да. Мне кажется, это какое-то прикольное средство. Я им еще попользуюсь долгое время, конечно, и потом скажу вот то. Вот, вот у меня лоб, смотри. Не, она проблемная не знала. Смотри, вот у меня лоб видно, что, да? Видно, что блестит немножко. Во. Давай на него поровнулись. Чтоб как следует уже, понимаешь. Ну, вот у меня здесь пятнышки. Сейчас вот на поле тоже. Вот, не напомню, даже нанесла. И блестит теперь. Вот с этой стороны. По одному. Вот с этой стороны. Вот с этой стороны. Блин, он мягкий, он круто стал. Нет, ну, он, знаешь, он как-то, как я поняла, он выравнивает кожу. Он выравнивает. Для того, чтобы ровно-то он может быть найти наносился. У него же в любом случае тонн, наверное, сверху надо. Как база такая, да? Да-да-да, кстати. Он выравнивает, а цвет, мне кажется, ты уже наносишь сверху тоннально, может быть, какой-то или мудро. И она вообще без запаха. Ноль запаха. Зеро. Так, что дальше? А, девочки, мы красавицы. Ой, ты 14 минут разговариваешь. Ладно, мы купили вот такие вот красочки. Естественно, я купила их для Кристюшеньки. Это порошок. Называется Красава Супер Блонд. Интенсивный отсветитель. Если вы не смотрели наше видео, где я осветляла Кристину, потому что у нее были совсем черные волосы. И у нас там вообще беда-беда с волосами. Ну, в плане того, что там много было чем накрашено. Мы, в общем, высветляли. Сначала одним, вторым, третьим. Там растягивали порошок, который нельзя растягивать. У нас там комментариев столько. Короче, любой непрофессионал прочитает все эти комментарии и станет просто супер-асом. Да, что пришлось отрезать волосы. Были длиннее. В общем, мы продолжаем выходить. И многие говорили, а будет ли продолжение? Будет ли продолжение? Писали же в Инстаграм. Да, будет продолжение. Вот я купила Кристине красочки. Здесь у нас такая, значит, тема. Это порошок осветляющий. Здесь у нас в состав входят вот такие две штучки по 15 грамм. Это удобно, кстати, кому, допустим, редкие волосы, кому нужно просто корни покрасить, половину использовать, да? Потом идет бальзам для волос. И идет вот такой вот активатор здесь. Здесь все это смешивается. Ну, без бальзама, наверное. И перчатки идут здесь. И наносятся. В общем, супер-блонд типа осветляет вообще нормально. Супер. На 7 тонов. Осветление до 7 тонов. Поэтому, то есть, посмотрите, темная была. Вот. Осталось вообще блондой. Ну, прикиньте. То есть, нам, получается, вот эти две пачки будет достаточно, чтобы ее осветлить. Но осветлять мы будем уже на ее канале. А ссылка на ее канал внизу под видео будет. Там же внизу под видео будет видео, где мы ее осветляли. В общем, заглядывать под видео там много интересного. Вот. Подожди. А маску, маску будем взять? Да, я намазала с этой фигней увлажняющий тонус. Я хочу, я просто, знаешь, почему? Я хочу посмотреть. Часто снизу. Я саду, саду и нанесу маску. О, светло. Я не пойму. Даже когда я здесь сижу, я какая-то белая, белее, чем Кристина. У меня прям лицо отсвечивает. Я не могу это осветителем быть. Место света. О, светло. Да. А окантовка? Я буду такого цвета, как ты, после этой краски? Кстати, зацените наши свитера. Зацените наши свитера. Мы заказали в одном из магазинов. Ссылка будет под видео. Смотрите. Во-первых, очень классные, мягкие свитера. Вообще. У Кристинки вот такая вот штука здесь сзади. На самом деле, это я себе заказала, просто давай потаскать. Ей очень понравилось. Да, просто цветка понравилась. И короткий. Покажи вам, короткий. Он не супер длинный. Он, видите, какой? Вот он, да. Останьте сюда подальше. Вот сюда. Вот такой животик, видно, сексуальный. И задом, пожалуйста, не знаю. Вот, вот так вот. Да-да-да. Секс, секс, да. А вот мой, 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 мой. Кажется, который на тебя, на твоего папа. Да, да. Вот на мне, который. Он, короче, вот такой. С такими вот дырочками. На самом деле, я думала, что эти джинсы не влезут. Но они на удивление влезли. Единственное, что вот, я не знаю, что делать с лифчиком. Потому что какой там сюда должен быть необычный. Либо без него, но без него здесь прозрачно, как бы. Но, в общем, надо что-то придумывать. Ну, да. Я бы сюда еще из камушков татуировку прилепила. Ты зачем? Нет. Надо бы встать в позу. Ты зачем низко? Я хочу показать вам вот. Может, я на коленку что-то? Вот. Ну, нет. На самом деле, чуть-чуть надо вот. Ну, что так? О! Смотри, подожди. Вот. Нет, все равно как-то не так. В общем, вот. Ну, вы уже на протяжении всего этого времени поняли, да, что это за фишка? И тоже мягкий, на самом деле, он. И тоже, видите, вот он притычок вот такой. Здесь он широкий такой, да? И чем мне нравятся вот такие широкие эти, тем, что они талию делают. Поняли? Если вот здесь вот широко и здесь широко, а талия голая, то она как бы, ну-ка, 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 надо похудеть немножечко. Так лучше вы. Что надо похудеть? Ну-ка. У тебя ж не только прям дрюши. И то, что ты мне говоришь? Да. И то, что ты мне говоришь, что тебе надо врезаторами? Ну, ну, просто, знаешь, не всем это, знаешь, кто-то тебе полнеет, и ты... Мне надо еще похудеть. А, для этого? Конечно. Ну, это как худышка, такая странешка, ладно. В общем, мы сейчас смоем косметику и нанесем масочку. Так, ну, а умылись, но я как бы полностью умыла вся Кристинка. Губы решили расстать. А что ты говоришь? А маской на губы? Ну, просто ты можешь влезть, залезть. Человек. Мы сейчас попробуем это, на двоих, короче. На двоих один. Может быть, мы экономишь, девчонки как-то экономия рулит. Давайте попробуем. Я сейчас намажу сколько, если там остается половина примерно. Ай. Да, пожалуйста, не размажу. Если остается половина, то почему бы нельзя? Не израсходовать одну на двоих. Зачем мне две целые? Хотя я купила одну Кристинке, а одну себе нет. Так, как маска выглядит. Она выглядит как гель. О, гель. Гель на 8. Она достаточно такая, знаешь. Интересно. Пахнет вкусно. А, ты просто читаешь? Ой, нам хватит с того, она на грязь, с глазами все. Кстати, можно было бы, знаешь, использовать блины с фикс-прайса. Такие штучки, блин, кладутся на лицо. Но у меня есть они, только их надо найти. 8 рублей нет. Ну, там пачка целая, все другие что-то. А, ну, пачка, каждая это уходит там. Да. А, все. У меня даже, блин, все, с лиховой даже. Развеешь? Шею можно сделать еще, она сейчас не будет, но где-то и на камеру все-таки делаем. Здесь 15 минут, и потом смываю. А что она дает? Она, короче, 30+, там есть 40+, 50+. А это у нас майка, марка, 30+. По-моему, 20+. Да. Уже, чтобы взрослый. Ты что? Мы взрослые. Селен. Чего я с кромяшкой крест? Забыла, сколько лет там? 18. Плес. Нам внутри по 18+. Минус по 18-минус. А снаружи? А снаружи надо уже подрихтовать. Немного. Не знаю. На танцы прихожу, паспорт пройдет. Не паспорт не спрашивать? Или спрашивать? Спрашиваю, ты в магнитике, если покупаешь. Это что-нибудь для взрослых. Так что, останется еще? Да у многих у нас, у старушек, то есть спрашивают паспорт. И мы что-то все так молодые. Говорим, да что вы что? Правда что ли? Смотри, можно свернуть, а тут еще очень много осталось. Это вот смотри. Еще надо было одного человека паспортить? Оставь, просто сверни и завтра сделаем. Или послезавтра. Написано два раза в день. Ой, два раза в день. Два раза в неделю. Послезавтра можно делать. Ничего с ней не делай. Один, два раза в неделю. А вдруг пропадет? Нет, вы так сыпните, все, все так делают, прищепочкой. Так, все, у нас 10 минут, мы ждем и потом смываем и рассказываем вам, как что. Кристина что-то хочет вам сказать? Да, я хочу сказать, что лично я бы не стала бы выкидывать еще пакетик, потому что тут мы с лихвой взяли. Я так понимаю, Селена тут намазала, прям намазала. Я намазала хорошо. Я намазала, у меня на руках осталось. И тут еще пупачки осталось. Это перевернет. Ой, да. Этно. Вот сколько осталось. Вот видите? Тинь, тинь. Вот. Пупачки еще осталось, то есть это не на один раз. Так что? Можно вот так прищепочкой. А стоит она вообще копье реально дешевле, чем в фикс прайсе? А сколько она стоит? 24 рубля, что ли? Да? Я не помню. Ты лучше Фаберлик заказывать, да? Ну да. Да, в фикс прайсе и нет такого. А вообще, может, и есть. Но я в фикс прайсе взяла один раз эту маску для волос. И решила, что я больше не буду для волос ничего брать в фикс прайсе. Не понравилось? Угу. Итак, мы сполнили наши масочки. Вообще, это масочка для увлажнения, для тонуса. И она сделана из цвета тиаре, ягоды, гаджи, масла, кайты. Вот. Ну, в принципе, неплохо. Только единственное, что нужно вот намазать кремом после всего этого. Вот я чувствую. И нам ночной крем от Фаберлик вообще здесь в помощь. На, Кристинка, мажь прозив. Пробуй, как тебе кремушек ночной. Знаете, в этом что-то есть, когда ты вот именно на ночь мажешь ночным кремом. Вот есть своя... Это сказать, есть своя... Что, аура или есть своя вот эта вот энергетика? Говорят, как-то. Изюминка. Да? Есть своя изюминка. Есть своя танцевая. Да, есть своя... Вот что-то такое. Танец. Ты мажешь каяточной кремушкой. Вот так я мажусь кремом, да. Я не вот так нифига мажусь. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. А, 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 а. Я вот так, да, на мой взгляд, все. Как бы нормальный русский человек. Ну, максимум буду здесь вот так. А потом притоптала, все. А надо правду говорить? Да. Видишь, я правду говорю. Ну, не знаю, я, например, у меня нет никаких секретов от своих подписчиков. А ты мажешь шею? Шею мажешь? Обычно нормальные, приличные леди все шею мажут. Я, когда делаю вообще маски, все, я делаю вот так. Все, я даже вот сюда делаю. Вот так делаю, все. Вот так. Уже волосы не захватывают. Вот так. Вот так, смотри. Вау. Так, приехали. Кстати, что-то хотела сказать. Что-то хотела сказать. А, фишка, знаете, у них в чем? Да, они в инструкцию пишут внутри все. Вот так нельзя вам, да? А, видно, видно. Видно, придумали. Да, все видно внутри. Все видно внутри. И, кстати, по поводу ресниц, я их сейчас умыла же, да, и накрасила заново. Оказывается, эта кисточка не просто, блин. Так, во-первых, их нужно наносить по всей длине и у основания. И эта кисточка сделана специально для того, чтобы было удобно. И по всей длине наносить, и у основания. Так надо. Это не просто как хочу. Так надо. И, в общем, здесь, да, репейное масло, оно... Дай посмотри. Репейное масло, это оно способствует... Да, репейное? А, касторовое масло. Это оно способствует питанию, укреплению и росту ресниц. Гелевая текстура, она быстро впитывается. Вот фишка в чем. И что у нас тут? Пантенол ухаживает, увлажняет... Ой, улучшает внешний вид ресниц. И ухаживает, и обеспечивает длительное увлажнение ресницам. Вот таких тут три состава, чтобы вы понимали. Ну, прикольно. Я вот попользуюсь. Четыре недели, в общем-то, написано. Должен быть эффект, и потом уже можно перейти на один раз в неделю. А так нужно сколько? Самое интересное, что состав какой-то здесь. А, состав иностранный, да. Фаберлик тоже не русское название. Просто большое количество здесь, не три компонента. Каждый день перед сном. Так, в общем, мы все показали, да? Также в комплекте дают, как я понимаю, всегда. Вот такой вот журнал, в каком комплекте. Ну, вот, когда заказываешь, заказываешь что-то у них, они всегда дают журнал. Абсолютно все. Ну, без разницы. Тебе нашла абсолютно все. Даже гигиеническую помаду. У них фишка, короче, да. Здесь тоже, видите, тоже написано внутри. Короче, блин, у нас видео уже 20 минут. Пора прощаться. В общем, я довольна всеми своими покупочками. Кстати, от чего у нас эффект от маски? Быстро говори. Я продержала 10 минут, Кристина, 20. Ой, 15. Понимаешь, что-то в ней есть? Ну, да. Словно сказать, вообще здесь находится. Скорее всего, там накопительный эффект. Нужно попользоваться хотя бы неделю любым средством. Здесь написано, используйте. Но для начала никакого раздражения не было. Это уже хорошо. Да, кстати, у меня после масок обычно красное лицо. Вроде нет, да? А легкое такое, как согревание есть. То есть, мне кажется, это тоже хорошо. Кстати, согревание, я когда дышала вот так, воздухом. Кожа как будто бы немного не печет, а вот такое приятное. Ну, даже согревание. Как ты все популярно объясняешь. Мне кажется, тебе вообще суперканал будет в будущем, да. Мы поработаем над этим. Ну, и в общем, все, мои хорошие. Мы были рады для вас сделать обзор на Фаберлик, показать наши вот такие классненькие свитеручки. Все ссылочки мы оставим внизу по возможности. На свитера точно оставлю, на Фаберлик. Я не знаю, просто оставлю ссылку вам на Фаберлик. Но вы наверняка знаете, что Фаберлик это, что это Фаберлик и как его найти. Но я ссылки... Существует много лет, да. Я на продукты, в общем, ссылки оставлю. Отдельные, да. Чтобы вы не искали, если что. И скоро мы будем красить Кристине волосы вот этой вот краской. Это вы сможете увидеть у нее на канале внизу. Проходите по ссылке, я дам ссылку на ее канал. И также на видео, если кто-то не видел, как мы до этого, как мы дошли до этого из черного. Вот, кстати, цвет есть, да, посмотрите. Ей кажется, что какой-то темный. Вот она и цвет, наша Теночка у нас сейчас. Но мы же хотим, как у меня. Натурально русовая. Как у меня практически хотим. И вот мы потихоньку высветляемся. Было очень много красок, было посоветовано. Но я решила взять Фаберлик, попробовать, что они меня заинтересовали. Мы все с тобой сказали. Когда ты у продюсер, Селена Соли. Ну все. Ну тогда мы с вами прощаемся. До следующего видео. И ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, кто первый раз. Мы вас любим. Я их люблю, а ты. Обожаю. Костенька, иди танцы вверх. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну не вот так вот. Ты только садом можешь. Они все кошки сзади, а они плещали. Плещали. Не, ну реально крутые все сразу. Ну это то да. Та, тря. Та. Та~~.